Можно вписать окружность. Вообще-то это тянем. Это надо доказывать. Это мы сейчас докажем. И для любого треугольника существует так называемая вне вписанная окружность. Что значит вне вписанная? Она касается стороны и продолжений двух других сторон. Посмотрите, треугольник А, вот это вершина Б, вот это вершина С. Здесь вершина А, вершина Б, вершина С. Давайте сначала обсудим, почему вообще такие окружности существуют. Для того, чтобы это сделать, нужна на самом деле очень простая картинка. Если у нас есть угол и вписанная окружность, то ее центр обязательно лежит на бисектрисе. Я, пожалуй, даже не буду это доказывать сейчас. И, в общем, кому интересно, посмотрите, во многих разных книжках это все написано. Если, повторяю, вписана окружность в угол, то центр лежит на бисектрисе. Вот эти углы обязательно работают. И наоборот, если у нас есть любой угол, то когда мы проводим бисектрису и берем произвольную точку, то вот эти вот треугольники будут конкурентны. И значит, эти отрезки будут равны, и поэтому можно нарисовать такую вот окружность. В общем, господа, если у нас есть вот много таких вот окружностей, то их центры в точности дают бисектрис. Это понятно? Отлично. Теперь давайте введем обозначение. Длинность сторон. Как принято в диаметре, обозначим маленькими буквами. Точки касания давайте обозначим тоже буквами. И на этой картинке тоже какие-нибудь буквы введем. Например, это будет буква L, буква M, это будет буква M. И у нас возникают AY и AZ. Это два равных отрезка. Вопрос. А как выразить AY и AZ через длины A маленькой, V маленькой. То точно так же BX и VZ тоже два равных отрезка. Это очень важно. Когда у нас есть то вот эти вот отрезки равны. Надо найти длины этих отрезков. И еще. Надо найти длину отрезка вот этого АМ. На самом деле видно, что это то же самое, что АЛ. Надо найти длину вот этого отрезка BM. Это то же самое, что БН, потому что это касательно к одной и той же окружности. Ну и естественно CL и CN. Вот это задача на вычислении. Так, а я пока все-таки объясню, почему же окружность существует. Очень просто. Про угол я уже объяснил. Смотрите, если мы с вами рассмотрим всевозможные окружности, вписанные в угол A, если мы рассмотрим всевозможные окружности, вписанные в угол B, то их центры что делают? тоже лежат на бисектрисе. А эти бисектрисы где-то там пересекаются. А раз они пересекаются, то у нас возникает окружность, которая вписана и в этот угол, и в этот. Ну, значит, вписанном трюкле. Другими словами, у нас возникает точка, которая на равных расстояниях от двух сторон, потому что на этой бисектрисе, и на равных расстояниях от этих сторон, потому что на этой бисектрисе. Ну, значит, все три отрезка равны. Всё. Здесь то же самое. Здесь надо вписать в угол A и в угол C. Будет одна бисектриса, другая бисектриса. Они пересекутся. Эта точка будет равна удалена. В этот угол вписываем, в этот угол вписываем, две бисектрессии, получается, что эти три отрезки равны. Ну и значит, автоматически лежите на третьей бисектрессии, вписан. Отлично. Для того, чтобы вам было легче записать ответ, еще одно обозначение. Принято буквой B маленькая обозначать полупериметр треугольника, то есть сумму сторон, зеленую на 2. Повторяю, даны стороны треугольника. Требуется найти отрезки, на которые они разбиты точками касания, вписанной окружностью. Дайте я вам скажу такую задачу. Когда взвесили третью бисектр, то получился вес 90 километров. Когда взвесили третью бисектр, то получилось 110 километров. Скажите, сколько же весил карточек у них? Все понятно. А? Нанек понял. Нанек понял. Отлично. На что налек? На то, что нужно как раз-таки... То, что нужно в сторону. Вот смотрите. А, Z и B, Z. Вот это, это у нас Петя. Петя и это тоже Петя. Вот это у нас... Кто там второй? Миша. Миша. Это тоже Миша. Третий. Кто там был? Витя. Витя. То есть, у нас есть три числа, и мы знаем, что будет, когда складываешь два из них. Вот у нас есть треугольник, да? У нас есть треугольник. Представьте себе, вот это будет отрезок X, вот этот отрезок будет у нас Y, вот этот отрезок будет Z, а вершины такие. Как теперь составить систему? Пожалуйста, диктуйте мне первое уравнение. X плюс Y, и чему же равняется X плюс Y? C. C маленькая, отлично. Следующее уравнение. X плюс Z равняется B маленькая. Отлично. И третье уравнение. Y плюс Z равняется A маленькая. Отлично. Вот, ребятки, ровно эту систему надо решить. Эту систему уравнений. X, Y и Z это неизвестное. У меня получилось уравнение, что X плюс Y плюс Z это полный период. Ура, молодец. А как это вы доказали? А мы сложили все три уравнения. Пишу, все, 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 пишу. X плюс Y плюс X плюс Z плюс Y плюс Z. Это мы сложили вот эти все уравнения. Это будет C плюс B плюс A. Значит, 2X, 2Y и 2Z это будет что? Периметр. Значит, X плюс Y плюс Z это будет что? Полу периметр. Ну, то есть, надо A плюс B плюс C разделить на 2. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот теперь надо понять такую вещь. Зная, чему равна сумма всех трех, найти одну из них. Если известны, суммы по 2. Это как? Как найти X? Совершенно верно. Из P вычесть Y плюс Z. А Y плюс Z это? А. Это А. Отлично. Догадайтесь, что такое будет Y. Это полу периметр минус B. А Z? Полу периметр минус C. Отлично. Ну, кстати, формула эта так пишется. А плюс B плюс C пополам минус B. B это 2B разделить на 2. Поэтому это будет A минус B плюс C пополам. Да? Ну, и здесь тоже самое. А плюс B минус C пополам. А здесь будет B плюс C минус A пополам. Ребята, мы нашли уже три ответа. Формула герона нет? Нет. Эти чисто входят в формулу герона, но это просто две отдельные величины. Итак, P минус A. Это отрезки касательных вершиней А. К... Если не окружу. P минус B соответствует вершине B, P минус C в вершине C. Отлично. Половина работы сделала. Теперь давайте для вне вписанной аналогичной величины. Повторяю условие. Зная длину сторон треугольника, найти расстояние до точек касания вне вписанной окружности. Он тут получается как есть что-то на самом деле. Говорите ответ. Чему равняется ответ к АМ? АМ это полупериметр минус А. Неверно. Что-что? АМ равняется О. Так получаются M и АМ. Еще раз. Хорошо. Чему равняется BМ? БМ это получается С маленькая. БЛ равняется АМ плюс ВА. Ну, это, конечно, верно. Но мне нужно именно через стороны треугольника. Чему равняется ответ к БМ? Для этого нужно найти ответ к АЛ. БМ равняется БМ. БМ равняется БМ. Совершенно верно. Потому что это касательное из одной точки к одной и той же окружности. Но вопрос, чему это равняется? Полупериметр. Вот это мы видели. Полупериметр это вот эта часть. Ну, вот нам сказали про разводный мозг. Вот как в этой части сюда опускается. И получается, что это и есть по-моему, периметр. Ребята, смотрите. Где периметр? Что такое периметр треугольника? Да, совершенно верно. Периметр это вот этот отрезок. Этот и этот. А теперь смотрите. У нас отрезки БМ и БН равны. Понятно? А теперь мы берем вот эту штуку и разворачиваем сюда. А эту штуку разворачиваем сюда. И у нас получается, что периметр треугольника превратился в эти два отрезка. Значит, что надо сюда взять? П? Пуку П? Да? Отлично. А если мы это сделали, то скажите, пожалуйста, как тогда найти отрезок АМ? Соответственно, периметр минус БА. Совершенно верно. А БА, это что такое? А, БА. Это С маленькая. БА у нас обозначается вот этой буквой. Значит, надо сюда писать. П минус С. Отлично. А там П минус А. Да? П минус А. Спасибо вам большое. Абсолютно право. Ребята, вообще-то мы задачу решили. Мы с вами сумели через стороны треугольника найти расстояние от решения до точки касания. Продолжение следует...